Безусловно, мы должны с любовью относиться к своему Отечеству, и все наши действия в условиях тех сложных, международных, которые складываются, должны, прежде всего, давать, наверное, приоритеты, исходить из интересов нашего государства, из социальных интересов нашей страны. Вот как вам кажется, Навальный, Касьянов, это патриоты? Ну, это личную позицию выражу. Осуществлять свою деятельность, прежде всего, наверняка не за счет средств налогоплательщиков Российской Федерации. Уже в этом плане они для меня не являются патриотами, потому что понятно, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно, им надо быть, наверное, больше, наверное, похожими быть на Эмилиана Пугачева, на Минина Пожарского, которые, прежде всего, опирались на население, на те ресурсы, которые есть в их стране, в которой они родились, выросли, ради которой они действовали. Ну, Емельян Пугачев возглавил армию. Это было вооруженное восстание. Нет, я просто говорю, что ресурсы были внутренние. Я буду жить здесь, здесь жили мои родители, и здесь будут жить мои дети. Когда это будет понято каждым, а сейчас практически 95% населения именно так и думает, я думаю, что вот это и есть национальная идея, которая объединила всех. Владимир Путин, говоря о патриотизме как национальной идее, как естественной основе жизни, он, в общем, говорит, традиционные для консервативного общества, каким, безусловно, является российское общество, вещи. Это действительно патриотизм, это естественное ощущение обычного традиционного гражданина, которому апеллирует в данном случае президент. Мы можем говорить о том, что все люди в высших эшелонах власти России патриоти. Мы можем говорить про всех людей, что они будут? Ну, я думаю, что сегодня есть запрос на патриотизм, запрос на то, чтобы интересы, ценности, жизненные пристрастия правящего класса были связаны с Россией. Но я думаю, что патриотические настроения в той или иной степени, в той или иной понимании, конечно, пронизывают большую часть российского правящего класса. То, что сегодня на современном русском языке с большими сукоплениями иностранных слов пытается объяснить нам президент, это наше вечное и единственное возможное обстоятельство к существованию. Ну, а представители крупного бизнеса, которые сотрудничают с властью, вот Абрамович, Дерипаска и, не знаю, Ротенберг, это патриоты? Ну, вы знаете, я скажу, мы можем персонально их перечислить, там еще есть к Абрамовичу, Дерипаске, Ротенбергам, братьям, есть еще у нас там и Абрамов, и Магдашов, и многие ребята, кто, ну, не ребята уже, конечно, кто состоялся, кто доказал, что эффективность частного управления выше, чем государственного, не во всех отраслях, учитывая, это является обязательным обстоятельством. То, что их капитал носит национальную окраску, я считаю, что это патриотизм. То, что называется непарламентская оппозиция, да, оппозиция, их часто обвиняют в том, что это пятая колонна, что это не патриоты. Ну, вот Навальный, Касьянов, это патриоты? С ними надо разговаривать. Трудно быть патриотом, когда ты делаешь что-то в угоду другим державам. Я всю жизнь, на мой взгляд, иду в этом направлении. Я много лет проработал в системе правоохранительной, и оказывалось в таких ситуациях, что понятие патриотизма для меня совершенно естественное. Так что, с этой точки зрения, я неинтересный комментатор. Ну, а что же это такое? Знаете, для меня это вся моя жизнь, а для вас, не знаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok